Так вот, американские модули вводились внутри грузовых отсеков Space Shuttle, больших крылатых челноков, а наши крупные модули летели как отдельные корабли. Вот ФГБ «Заря» был сделан по контракту с Боингом именно как тот модуль, который будет снабжать первые американские модули энергией. Поскольку видите, у него есть солнечная батарея, а в американском сегменте их еще не было. И дальше прилетел второй модуль, так называемый служебный модуль «Звезда», или в переводе с американского его называют как сервисный модуль, хотя российские специалисты называют служебный модуль. Вот такая связка, служебный модуль «Звезда», ФГБ «Заря» и «Юнити», вот эта связка, когда, в принципе, и начиналась экспедиция МКС-1. Наш служебный модуль — это основной модуль станции. На станции «Мир» он так назывался, базовый модуль. И, в принципе, для МКС он тоже является базовым модулем для российского сегмента станции. Но для всей станции это не совсем так, поскольку станция очень большая, и на американском сегменте несколько модулей как бы играют роль как базовый модуль. Там распределены все функции станции. Но есть у «Звезды» одно важное свойство, которое больше нет ни одного модуля — это двигатели, которые находятся вот здесь, с помощью которых этот модуль может поднимать орбиту, выполнять коррекцию орбиту и может уворачиваться от космического мусора. Но обычно, когда к нему стыкуется вот здесь сзади корабль «Прогресс», то корабль «Прогресс» включается в топливную систему станции, а топливо хранится вообще на функциональном грузовом модуле «Заря». Здесь хранится и используется не двигатель служебного модуля «Звезда», а двигатель «Прогресс», который здесь пристыкован. Топливо перекачивается и он используется для выполнения коррекции, для того, чтобы экономить ресурс модуля «Звезда». И также первоначально все системы жизнеобеспечения находились на модуле «Звезда» и использовались для всей станции. И только потом постепенно американцы привезли свои системы жизнеобеспечения. Вот так выглядит наш главный модуль. Здесь переходной отсек, который стыкуется к ФГБ. И сзади есть стыковочный узел на агрегатном отсеке, куда стыкуются корабли «Прогресс» и «Союз». И раньше туда еще стыковались европейские модули «ТВ». Вообще программа МКС очень долгая. Это 20 лет с начала полета туда людей. И, конечно, рассказать за час это невозможно. Там очень-очень много интересной информации, которую, если вы интересуетесь, вы можете прочитать в книгах или в интернете. Дальше начали американцы привозить на шаттлах модули крепления для того, чтобы сделать ферму, на которую они поставили потом свои панели стоточных батарей. Но перед этим, вот видите, первый экипаж МКС-1. Командир был американец Уильям Шепард и два бортинженера Сергея Крикалев и Юрия Гидзенко. Это экипаж первый, который в конце октября 2000 года стартовал к станции на корабле «Союз», на ракете «Союз-ФГ». И вернулись они на землю уже на шаттлах. Дело в том, что в первые годы эксплуатации станции корабли «Союз» были так называемыми спасательными кораблями. Они были пристыкованы к станции по полгода для того, чтобы в случае какой-то аварии вернуть людей на землю. А доставка экипажей основных была на шаттлах, кроме первого. Вот это, если вы будете читать про МКС, вы просто можете запутаться, поскольку там очень-очень много нюансов. И первый экипаж полетел на орбиту на корабле «Союз», а вернулся на шаттлах. И дальше летали так называемые экспедиции посещения, цель которых была просто заменить корабль «Союз», корабль-спасатель. То есть прилетал экипаж и улетал на Старом Союзе, а Новый Союз оставался для спасения на случай какой-то аварийной ситуации. А основные экипажи, начиная с экспедиции МКС-2, их привозили на шаттлах. И есть еще два интересных момента. Это такая официальная фотография первого экипажа станции, 20-летие которого будет в ноябре. И есть очень интересный момент. За их спиной МКС. Так вот, это та станция, которая должна была быть на тот момент, но она стала другой. К примеру, вы видите вот такой модуль с панелями солнечных батарей. Вот если вы посмотрите на фотографии станции, вы увидите, что его сверху нет. Это российский модуль, который отменили. Его уже нет. И вместо этой платформы сейчас создается научно-энергетический модуль, который полетит в будущем. И он будет совершенно в другой части станции. И тоже очень интересно. Вот здесь вот видите флаги стран, которые участвовали в самом начале программы МКС. Видите флаг Бразилии. Кто футболом интересуется, вы можете помнить, это зелененький флаг, который многих ассоциируется с футболом, поскольку в Бразилии сильная футбольная команда. И сейчас этого флага нет. То, что Бразилия была в проекте в самом начале, а потом вышла из проекта. И только один астронавт Бразилии летал в космос, но уже не в рамках общей программы МКС, а по договору с Россией. Он летал, Маркус Понтес летал на российский сегмент. И вот Бразилия сейчас нет в проекте. А Великобритания, она вначале была, потом вышла из проекта. Потом они поняли свою ошибку, опять вернулись в проект МКС и несколько лет назад летал на станцию первый британец, официальный космонавт Тимоти Пик. Он стал первым официальным британским астронавтом, поскольку до этого, так как не было долго платируемой программы у Великобритании, то некоторые англичане эмигрировали в Америку, чтобы стать астронавтами. И летали уже с американским флагом, но родились они в Британии. И летала британка на советскую станцию, на советско-российскую станцию МИР. Это Хрен Шармен. Поэтому такие-то есть интересные нюансы. Дальше американцы стали доставлять свои очередные модули на шаттлах. Вы видите научную лабораторию Дестани. Это такая главная американская лаборатория в космосе на станции. В ней находится большое количество оборудования, которое используется для экспериментов, а также некоторые системы жизнеобеспечения на ней есть. Вот так станция выглядела в тот момент. Дальше было дооснащение. И вот просто интересно, на станции находится такой огромный манипулятор. Это канадский манипулятор Canada Arm 2, то есть канадская рука 2. Почему 2? Потому что канадцы уже делали манипуляторы для американцев, которые использовались на шаттлах. То есть когда летали спейс-шаттлы, манипуляторы на них стояли канадские. Канадцы, признанные робототехникой в космосе. И японцы. Канадцы и японцы. У них лучшая робототехника. Хотя Россия тоже делала подобный манипулятор по программе Буран. Но программу Буран закрыли, и манипулятор, который делали в Петербурге, он так в космосе не полетел. Вот так видите, что на канаде Arm 2 можно взять астронавта на специальной платформе и поднести к месту выполнения работ. Это очень удобно, поскольку можно с разных сторон работать около станции и не делать там поручни для перемещения вручную. Можно просто взять манипулятором и перенести. Вот так выглядит канадарм 2. Что интересно, два ее конца, они совершенно одинаковые. Вот такие крепления. И на всей станции находятся узлы, куда она может прикрепиться одной стороной и второй стороной работать. Потом другой стороной прикрепиться к другому такому узлу и вот этой стороной работать. То есть обе стороны являются и для крепления, для передачи информации, электропитания и для работы. И еще там есть, позже была доставлена насадка, так называемый манипулятор Dexter, который позволяет, он многорукий, и у него там очень много инструментов, дополнительные видеокамеры. Он позволяет работать с какими-то объектами с использованием манипулятора. Это очень удобно. А перемещается манипулятор как гусеница. То есть он одной частью крепится, вторую переносит, крепится, следующая часть переносит. Это очень удобно. Это американский модуль «Жизовой квест», или по-другому они называют его «Арлок», из которого американцы выходят в открытый космос. Вот в этой части надевают скафандры, а вот в этой части помещаются два астронавта, и из нее они здесь выходят. Они в скафандрах ЭМО выходят именно из этого модуля. Вот это тоже станция, очередная фотография ее. Видите, американцы уже развернули свои панели с очередной батарей. Причем это еще временная панель, сейчас все по-другому выглядит. Этот радиатор в таком станции была. Это наш модуль «Пирс», который используется для выхода в открытый космос. Вот из этих люков выходит в открытый космос, а вот сюда стыкуются корабли «Прогресс» и «Союз». Если кто видел фильм «Гравитация», поднимите руки, кто видел фильм «Гравитация». Ну, некоторые видели, не все. Обязательно посмотрите, это очень красивый фильм «Гравитация» про женщину, которая находилась в космосе, и про ее приключения. Но вот, как я рассказываю, она вошла в станцию в этом фильме вот сюда. Видите, здесь нет люка, здесь стыковочный узел, конус. Но в фильме здесь был люк, и она туда вошла в этом модуле на станцию. Это вот очередные фермы, американские поперечные фермы, которые они вот так построили. По ней была проложена первая железная дорога в космосе. Дальше все строят. Вот, видите, ферма увеличивается. И вот этот такой момент, когда вот эту фотографию мы видим, это тот момент, когда станция два года не строилась, поскольку в феврале 2003 года погиб шаттл «Колумбия», который летал по автономной программе. Он не летал на МКС, он просто летал в космос для экспериментов с экипажем. Там был первый израильский космонавт, астронавт. И из-за того, что шаттл погиб, было расследование. На два года полеты шаттлов прекратились, и строительство станции было заморожено. На вот таком виде летало два года, пока вновь не были установлены полеты шаттлов. Тогда станцию стали достраивать дальше. Вот это продолжение строительства. Видите, панели стали сбоку разворачивать. Станция стала расти дальше. Вот видно, что на ферме появились новые панели. А здесь начали уже отсюда убирать, где они были на первом этапе. Вот уже полностью здесь убрали, и панели стали делать с того края. Вот такая станция стала очень быстро расти. Это очередной узловой модуль, который американцы на шаттле доставили. Гармония. И в этом модуле сейчас находятся каюты американского экипажа. Там четыре каюты, и там экипаж находится. И какое-то довольно длительное время в четвертой каюте спал российский член экипажа. Когда летали по трое россиян в экспедиции, там они находились. Дальше наконец-то доставили в космос европейские и японские лабораторные модули. Это вы видите европейские, вот это ИСА, Европейское космическое агентство. Доставили для экспериментов, это научные модули, которые, вот здесь видите, европейский модуль Коламбус, Колумб. Они назвали в честь первопроходца его. И дальше был доставлен японский модуль. Вот видите, вот это европейский модуль, это японский модуль. Причем японский модуль состоит из трех частей. Основной герметичный модуль, сверху к нему пристыкован грузовой модуль, который дополнительно вводили на шаттле. И там есть платформа для экспериментов снаружи. И вы видите японский манипулятор. Но в отличие от канадского манипулятора, японский манипулятор прикреплен одной частью к модулю, и второй работает. То есть он не может перемещаться по станции. Он просто закреплен. Но просто для примера, что да, две ведущие страны по космической робототехнике, это Европа и Япония. И поэтому на МКС находится манипулятор Европы и манипулятор Японии. Россия, как я говорил, тоже умеет делать. И также был проект, так назывался Косморобот, для работы снаружи станции. Но в прошлом году Роскосмос этот проект закрыл. Поэтому пока Россия не возвращается, не становится третьей страной робототехники в космосе. Вы видите, это ATV, это европейский корабль. Было всего пять грузовых кораблей, которые стыковались к российскому модулю «Звезда» и использовались для коррекции орбиты, для доставки воды, грузов. Их называли в честь великих ученых Европы, и в том числе в честь великого писателя Жюль Верна. Один корабль назывался Жюль Верн. Вы видите, модуль очень большой, почти по размерам с модуль станции наш. Хотя здесь вот это не герметичная часть, а вот здесь вот герметичная грузовая. И что интересно, один экипаж, это был Каноненко и Волков, они даже спали в итоге в своем ATV, который прилетел к ним, потому что там вентиляция была более тихая, чем в каютах. На служебном модуле было шумно, и в итоге они спали в грузовом корабле. Был такой факт. Поскольку в космосе неважно, где спать, вы берете свой спальник, его пристегиваете к потолку или к полу или к боку, и спите в спальнике там, где вам удобно. Главное, чтобы было комфортно. А так-то и неважно. Вот так, чтобы видели, вот это Space Shuttle, его грузовой отсек. И вот так вот в грузовом отсеке доставлялись все американские, японские, европейские модули. В данном случае это модули снабжения. Были экспедиции, когда Shuttle доставлял не модули, которые потом к станции пристыковывали, а доставляли так называемые модули снабжения. В нем были грузы, они не доставались, переносились на станцию. Причем, как это делалось, модуль отстыковывался изнутри Shuttle, пристыковывался к станции, как грузовой корабль. Из него доставали все грузы, потом в него укладывали грузы на возвращение и мусор. И опять манипулятором Канадарм-2 его стыковали, ну не стыковали, а клали внутрь Shuttle, и он возвращался на землю с этим мусором или с блоками, которые нужно было отремонтировать. Было довольно-таки удобно. Вот так вот американцы занимались доставкой грузов внутри Shuttle. И также американцы доставили наш модуль MIM-1 рассвет. Вот мы его видим. И что интересно, он был доставлен внутри Shuttle, и вместе с ним были доставлены некоторые элементы для российского модуля MLM-наука. Это многоцелевой лабораторный модуль, который сейчас находится на Пайконуре и проходит испытания. Примерно в апреле 2021 года он наконец-то должен полететь на станцию и пристыковаться вместо СО-1 Пирс, который я вам уже показывал, сжизовой модуль, вместо него он будет пристыкован. И вот эта научная шизовая камера, она как раз от MLM-наука, ее перестыкуют с MIM-1 на MLM. Это такой модуль, у которого есть здесь крышка, и там есть люк, и есть люк внутри. И космонавты будут класть внутрь какие-то приборы или научные эксперименты, которые должны быть снаружи станции. Вот эта крышка будет открываться, и на MLM-наука будет стоять европейский манипулятор ERA, который будет доставать эту полезную нагрузку, блок или модуль, какой-то эксперимент, и устанавливать ее снаружи станции. Вот поэтому эти элементы ждали своего часа больше 10 лет на станции. То есть вместо этого модуля СО-1 Пирс будет установлена MLM-наука, на нем будет манипулятор, и он заберет вот это все сюда, на это место. Вот такая огромная ферма американская. На МКС проводятся и астрофизические эксперименты. Там есть магнитный альфа-спектрометр, это прибор, который изучает Вселенную, его можно условно назвать телескопом, просто он получает частицы высоких энергий, не в оптическом диапазоне работает. Он занимается поиском темной энергии и темной материи. Это его цель. Он находится на борту станции, включен в ее контур охлаждения, электропитания. И чем это удобно? Если с ним будут какие-то проблемы, его можно отремонтировать на станции, выйти в открытый космос и отремонтировать. Если у вас орбитальный телескоп находится где-то на орбите, то сейчас вы к нему слетать не сможете, чтобы его обслужить, добавить, например, газы, которые нужны для коррекции орбиты и так далее. Ему удобно, он установлен на станции. Это накладывает некоторые ограничения на работу, поскольку в приоритете люди, но все равно он используется, и уже какие-то данные были получены. Хотя, если я правильно понимаю, пока он своей основной цели не выполнил, еще не нашел то, что он ищет. А теперь немножко о жизни в космосе. Вот так вот космонавты возвращаются. Дело в том, что после гибели Колумбии программу шаттлов решили закрыть. И хотя она продолжалась до 2011 года, для того, чтобы завершить строительство станции, поскольку нельзя было модули американские иначе доставить, все равно программа уже завершалась. И с 2009 года доставка людей на станцию уже этим занимались только с помощью союзов. Экипажи летали на союзах. И вот так вот каждый экипаж возвращался на Землю. В итоге не в шаттле, а на корабле «Союз» в спускаемом аппарате. Видите, это двигатели мягкой посадки срабатывают при посадке. Люди летали на шаттлах только для коротких экспедиций с 2009 года. Там еще был 2009 год, 2010 год, 2011 год, когда астронавты прилетали на МКС на шаттлах. Но они уже не оставались, они просто прилетали поработать и возвращались на Землю. С того момента, с 2009 года экипаж стал 6 человек, в смысле, 2 корабля «Союз», по 3 человека, в итоге 6 человек. И вот что интересно, как я вам говорил, что уже 20 лет обязательно есть люди в космосе, минимум 2 человека. Попробуйте мне сказать, можно поднять руку и предположить, какое максимальное количество людей было в космосе. Сколько? Нет, больше. Сколько? Больше. Вот был ответ 13, это правильный ответ. Максимальное количество людей, которые одновременно были в космосе, это 13 человек. И это было 2 или 3 раза. И очень легко объяснить, почему 13 человек — это максимальное число. Потому что стандартный большой экипаж шаттла — это 7 человек. На шаттле могло летать и больше человек, и, по-моему, даже были экспедиции, когда было 8 человек. И там был момент, когда разрабатывали спасательную операцию на всякий случай, и планировали разместить на шаттле чуть ли не 10 человек. Но вообще обычный экипаж — это было 7 человек. Бывало меньше, но обычно 7. И 2 корабля «Союз» по 3 человека. То есть в какой-то момент, это было несколько раз, в космосе находился спейс-шаттл и 2 корабля «Союз». Поэтому 13 человек. Вот если бы одновременно было бы 2 шаттла, то есть тут уже было бы 14 человек, например, но они одновременно не летали, хотя после гибели Колумбии каждый старт шаттла сопровождался подготовкой еще одного шаттла для возвращения экипажа шаттла, который улетел в космос. Если там произошла та же проблема, что с Колумбией в 2003 году были выбиты плитки при старте, и тогда стартовал бы еще один шаттл и забрал бы экипаж. Поэтому, кто помнит, в то время были такие фотографии, когда на 2 стартовых стола и там 2 спейс-шаттла стоят. То есть один летел в космос, а второй его страховал и должен был полететь, если бы что-то случилось с другим шаттлом. Вот такая интересная история. Вот так вот все космонавты возвращались с орбиты. Это встреча в Казахстане экипажа. Буквально в этом году, вы знаете, был старт Crew Dragon, то есть монополия России, которая началась в 2009 году, условная монополия, и в 2011 полная монополия, когда с 2011 года только Россия могла доставлять порядка 9 лет людей на орбиту, на МКС, если не считать еще китайцев с их кораблями в Шенчжоу. Но в Шенчжоу они не предназначались для полетов на МКС, они летали на своей станции Тяньгунь, китайцы. Либо автономные полеты у них были до этого, до Тяньгунь. Вот поэтому долгое время в России была монополия, и НАСА заключила контракт на доставку экипажа на орбиту. Вот после того, как программа шаттла была свернута. Это вот, видите, шаттл, стартовый комплекс. Сейчас эти исторические стартовые комплексы сначала использовались для лунной программы, потом их переделали под шаттлы, и сейчас вот с одного из такого комплексов он был демонтирован, и оттуда стартуют ракеты кораблей компании SpaceX. То есть они арендовали исторические стартовые столы в том числе. Вот это вот скафандр шаттла стандартный, оранжевый скафандр. А это вот уже SpaceX. Но это ранний вариант ракеты с грузовым кораблем Dragon, который начал доставлять грузы на станцию, когда была завершена программа Space Shuttle. То есть до 2011 года на шаттлах доставляли, а с 2012 года стали уже доставлять корабли Dragon и потом еще корабли Cygnus. И параллельно до этого еще уже работали японцы со своими кораблями HTV. То есть у европейцев был ATV, а у японцев HTV. Это мы увидим. Этот уже пилотируемый Crew Dragon. Такой корабль уже летал два раза. В 2018 году был беспилотный полет. В 2019 году, вернее, беспилотный полет. А в 2020 с двумя испытателями. И в октябре этого года должен стартовать Crew Dragon уже с полноценным полным экипажем, четыре человека. Это уже такой полугодовой полет. То есть наконец-то прошло примерно 10 лет, и американцы возвращаются к полноценным пилотируемым полетам. Вместо Space Shuttle будут летать Crew Dragon. Это первый испытательный экипаж Crew Dragon. Миссия DEMO-2, которая должна была показать, что люди могут летать в космос на американских кораблях. На Crew Dragon. Вот они недавно вернулись. Это наши корабли. Это корабль «Союз». Это японский HTV. Вот такие виды из космоса. Для чего летают на МКС? Основная цель станции — это, конечно, долговременные полеты. Это подготовка к долгосрочным экспедициям в дальний космос, на Луну и на Марс. Это основная цель станции. Дело в том, что у американцев не было опыта долгих полетов. Первая орбитальная станция была «Салют-1», российская. Потом была «Скайлоп». Это американская станция «Скайлоп». На какое-то время они опередили Советский Союз по долговеренным полетам в космос. Но потом «Скайлоп» сгорела в атмосфере, поскольку «Аполлоны» у них закончились, которые летали на Луну, они в итоге еще летали на станцию «Скайлоп». Потом они закончились, станция сгорела в атмосфере. Потом стали летать шаттлы. И десятилетия американцы летали только в короткие полеты, если не считать станции «Мир», куда тоже они и на шаттах летали. И у них были первые экспедиции, совместные с Россией на станции «Мир». И затем была создана МКС именно для того, чтобы отработать долговременные полеты, чтобы американцы наконец получили опыт длительных полетов, который нужен для будущих экспедиций на Марс. Если вы не умеете долго находиться в космосе, то на Марс вы попасть не можете, поскольку есть невесомость, и это один из самых вредных факторов в космосе. Там есть два основных — это радиация и невесомость. И на сегодняшний день невесомость является самой вредной. Она хуже всего влияет на людей. Хотя нравится многим людям парить в невесомости, и астронавты-космонавты к ней привыкают, но она очень деструктивное воздействие на организм делает. И вот один из экспериментов, это был годовой полет Михаила Корниенко и Скотт Келли. Они были 11 месяцев, почти год в космосе. Это был первый опыт у американцев почти годового полета. Поэтому Скотт Келли в этом смысле стал национальным героем, поскольку он стал первым американцем, который очень долго был в космосе. Недавно еще два американца были почти год, и они уже не стали национальным героем, потому что первым был Скотт Келли. Это Рязанский. Проводится большое количество экспериментов, которые должны определить, как невесомость влияет на человека, и какие методы компенсации этого воздействия можно придумать. Интересно, что когда летал Скотт Келли, он участвовал в эксперименте близнецов. Это Марк Келли, это Скотт Келли, два американца, оба были в космосе. И в итоге, когда был почти годовой полет у Скотта Келли, его брат был его близнецом на Земле, с которым проводили эксперимент. Потом назывался «Эксперимент близнецов». Они выполняли все одно и то же. Вот они в детстве оба стали летчиками, оба стали астронавтами. И у Скотта Келли вышла очень интересная книга «Стойкость. Мой год в космосе». Она переведена. Очень я вам рекомендую. Скотт Келли «Стойкость. Мой год в космосе». Так получилось, что они два близнеца, но один был очень целеустремленный, а другой раздолбай. Это Скотт Келли был раздолбай. И он вообще не понимал, что ему в жизни интересно, кроме вечеринок, гулянок и так далее. И один раз он прочитал книжку про летчиков. Что-то это его так зацепило, что он пошел учиться на летчика, стал летчиком и потом стал астронавтом. И вот в его книге как раз описано, как вот так он себя вдохновил. Я все время думал, как вот эти два брата, как они одновременно стали астронавтами. Так оказалось, что они стали параллельно. У них были два разных пути совершенно. Хоть они и близнецы, но это два совершенно разных человека. И оба пришли в космос. Причем каждый этот выбор сделал сам. Они подсказывали друг другу. Хотя, конечно, Марк помогал во многом Скотту. И вот тоже интересно, здесь Марк Скотта встречает из предпоследнего полета, то есть полугодового полета, но Фьюстон встречает. И вот все эксперименты, которые делал один брат в космосе, второй делал на Земле. То есть у них все было одинаково. Одинаковая еда, одинаковый режим жизни, одинаковые эксперименты они проводили, одинаковые анализы сдавали, для того, чтобы посмотреть, как меняется организм за годовой полет. То есть это идеально. Обычно всегда есть контрольная группа. Когда космонавты находятся в космосе, у них есть контрольная группа на Земле. Это просто люди, у которых берут определенные анализы, снимают томограмму, что еще делают, и сравнивают. А здесь идеально. Два близнеца, идентичные организмы. И, конечно, был проведен глобальный эксперимент, который касался всего организма человека, всех процессов, происходящих в невесомости в космосе. Было очень интересно. И вот такая картинка показана, что, конечно, у России, у Советского Союза, намного больше был опыт долговременных полетов, чем у американцев. У американцев вот стал первый Скотт Келли. И вот есть такая картинка, инфографика сайта НАСА. И здесь видно, что, видите, абсолютные рекорды, они наши. Причем, что интересно, это практически в основном уже российские рекорды, даже не советские, максимальные сроки полетов стали уже в 90-е годы в основном. И вот у нас есть максимальный рекордсмен Геннадий Падалко. У него больше всего. Здесь дни, это дни суммарные, когда все полеты длинные и короткие соединены. И видите, что американцы сильно уступают. И что интересно, у американцев на первом месте Пегги Уитсон, женщина. У нее 665 дней совокупно в космосе. И вот все наши, ну, как почти все, вот, значит, большинство летало на мир МКС. Вот Поляков и Авдеев летали только на мир. А у американцев, у всех это МКС и короткие полеты на шаттлов, кроме Майкла Фоула. У Майкла Фоула сюда включен еще полет на станцию МИР. Причем Фоул летал во время знаменитых событий 1997 года, когда был пожар, разгрометизация, столкновение с прогрессом как раз, и там и токсичные вещества на станции. Это был очень неудачный год для станции МИР, 1997 год. И вот как раз Майкл Фоул был во время этих событий там. Один из тех астанатов, который был тогда. Ну, видите, пока рекорды у нас. Но в ближайшее время, с развитием программы МКС, конечно, американцы будут догонять. У них планируется длительная экспедиция. Здесь вот тоже интересная такая футболочка у Саманты Кристоферетти. Это астронавт Европы из Италии, Саманты Кристоферетти. У нее очень интересный блок в сети есть. Можно найти, что дневник из космоса Саманты Кристоферетти и почитать об ее приключениях и так далее. И вот здесь просто эта картинка символизирует, что у них эксперименты продолжаются не только в космосе, но и на Земле. Видите, у нее буковки из невесомости стали падать вниз, потому что гравитация навернулась. Какое-то время они остаются подоптными кроликами, поскольку очень важно не только то, как влияет невесомость на астронавтов и аксонавтов, а еще очень важно, как происходит возвращение их к нормальной жизни на Земле в условиях силы тяжести, веса и так далее. И это очень непросто. На самом деле есть проблемы, считаю, что некоторые вещи так и не устанавливаются полностью. Вот, например, сейчас недавно были статьи российских исследователей по поводу того, как мозг в невесомости меняется, там вещество внутри черепа, оно там по-другому перераспределяется, и по возвращению на Землю не все устанавливается обратно. Просто потому, что в невесомости наш мозг он не жидкий, но такой полужидкий, и вот в невесомости он там несколько меняет свою форму, перетекает как-то внутри черепа. Поэтому, конечно, это очень важно. Ну, соответственно, в космосе проводится много биологических экспериментов, выращиваются растения различные. Видите, тут салаты пробуют, едят патронавты. Такие вот цветочки, цинии. Очень много разных растений на орбите выращивалось. И самым первым растением, это еще на станции Салют, одна из станций Салют, был Эльзуховид Каталя, Арабидопсис. Это первый цветок в космосе, который зацвел в космосе. Был очень давно. Вот еще был такой журнал техники молодежи, номер 4 1983 года, где описаны многие эксперименты на станциях Салют, которые проводились с растениями. И в Москве в Музее экспонавтики есть вот такая стеночка с экспонатами того, что было в космосе. Но единственный там был нюанс, например, что тюльпаны так и не зацвели. У них были бутоны в космосе, их вернули на Землю, посадили прямо на Байконуре, и они тут же зацвели. Вот те тюльпаны, которые были на орбите, там они не цвели. Как выяснилось, микропримеси, которые выделяет человек, они вредно влияют на высшие растения. И поэтому долгое время на станциях растения не цвели, кроме орбидопсиса, потому что это отдельная история, он очень неприхотливый. И потом просто усилили фильтрацию, выделение человека в атмосфере станции, снизили вредные примеси, и теперь растения цветут без проблем. Вот видели там фотографии циний, вот буквально какое-то время не могли добиться цветения растений. Потом все стало хорошо. Вот очень интересный эксперимент, тест, когда почистили иллюминаторы снаружи, обнаружили, что на иллюминаторах снаружи есть микроорганизмы. Понимаете, что спящие, замерзшие, но вот они туда попали. До сих пор непонятно как. То есть снаружи станции нашли морские микроорганизмы. И вот пытаются понять, как они туда попали. Есть разные гипотезы. Это наши скафандры Орланд, которые выходили в космос. Это научное оборудование. Очень много проводится экспериментов, в том числе в специальных перчаточных боксах, когда внутри находится какое-то вещество или бактерии, которые нельзя, чтобы они попали в атмосферу станции. Поэтому есть на станции перчаточные боксы, и космонавты и астронавты в перчатках работают внутри для того, чтобы не было никакой утечки наружу. Поскольку атмосфера перемешивается с вентиляцией, и всякие-то бактерии ненужные попадут, они очень быстро разлетятся по станции, будут там размножаться, или там какие-то могут быть химические вещества. Поэтому, конечно, все это происходит в изоляции. И вот станция, это большая лаборатория, где есть очень-очень много оборудования. Вот есть три специализированных модуля, как я говорил, это Destiny, Columbus, Kibo, в переводе надежда, японский модуль научный. Три больших лаборатории, забитых оборудованием, целью которых является изучение воздействия невесомости на различные процессы. На горение, на жидкости, на микроорганизмы, на наследственность микроорганизмов и животных. Обычно это мушек, дрозофилы там разводят. С млекопитающими есть проблемы в космосе, нельзя их размножать в космосе, это просто опасно. Но мушки, дрозофилы очень легко там размножаются, у них проблем нет, у простых насекомых. Вот тоже такой рабочий стол на станции есть. Вот часто спрашивают вот такие беленькие штучки, что это такое. Они очень часто на станции есть, они даже на корабле Союз постоянно видно на станции, а это маленькие программированные будильники. Там можно запрограммировать несколько звоночков, и это очень удобно для работы. То есть космонавты, не знаю, кто производитель, но вот если смотреть видео, фотографии со станции, вот эти беленькие коробочки, они везде, потому что просто программируют, нажал несколько кнопок, запрограммировался там полчаса, час, два часа, и он зазвонил, когда тебе нужно. Это очень удобно, они их используют, простые устройства, и они везде, просто везде на станции специально можно их найти. Это вот работа с холодильниками, это холодильники Мелфи, очень много холодильников на станции, и был такой пример, когда шаттлы перестали летать, очень многие биообразцы долго-долго хранились на станции, потом начали летать грузовые корабли Dragon, а у них возвращаемая спускаемая капсула, и вот там накопились материалы, их загрузили в один из первых Dragon, в смысле просто Dragon, и вернули на землю большое количество образцов в холодильнике, забрали, вот тоже это перчаточный бокс на американском сегменте, это образовательный эксперимент сферы, причем россияне тоже могут участвовать, некоторые школьники в России участвуют, школьные команды, можно найти в интернете эксперимент сфера американский, такие микроспутники, у них есть двигатели, которые работают на сжатом СО2 на углекислоте, и перемещаются там в невесомости, астронавты, космонавты с этим следят, и школьники пишут программу перемещения, дается какая-то задача, они программируют на специальном языке для этих сфер, и эта программа отправляется на борт, и спутники ее выполняют в программу. Это вот очень интересная фотография, редкая, три блока жуткостных системы электрон, это система, которая используется для производства кислорода на станции, кислород производят из воды, берется вода, с помощью электролиза разделяется на водород и на кислород, на нашем сегменте водород выбрасывается наружу, просто в космос, а кислород отправляется внутрь станции, и им космонавты дышат. С помощью вот такого блока кислород производится на нашем сегменте кислород. У американцев система работает по такому же принципу, тоже делает из воды, но просто выглядит немножечко по-другому эта система. Это вот наша. Замена были. А это просто такая схемка, это новое устройство производства воды из урины, так называется СРВУ-М, система регенерации воды из урины, модернизированная. Вот такая система, как на этой картинке показана, она будет стоять на модуле MLM наука и будет производить воду из урины. Но, чтобы вы знали, есть такая шутка знаменитая, что вчерашний кофе становится сегодняшним кофе. Но, чтобы вы знали, все-таки сейчас не принято, вот на системе только будет работать, у американцев давно работает на станции, на станции Мира работала система такая, не принято пить воду, которая получается после урины, потому что ее используют для производства кислорода. Она получается в виде дистиллированной воды, воды без солей, и ее используют для производства кислорода. На станции Мира ее даже управляли в воду для питья, просто добавляли туда соль. То есть есть две системы, которые регенируют воду на станции, и у нас, и у американцев. У нас это называется система регенерации воды из конденсата. На станции есть две системы кондиционирования, у нас, у американцев. И система кондиционирования, что она делает в первую очередь, она конденсирует, собирает воду из атмосферы станции. Поскольку космонавты дышат, вода испаряется при дыхании, вода испаряется с кожи, во время физкультуры, когда они бегают по беговой дорожке или крутят педали, они потеют, тоже пот испаряется, они сушат футболки, тоже вода испаряется. И вся вода, которая испарилась с человека, так или иначе, она собирается системой кондиционирования и превращается в дистиллированную воду. Очищается, получается чистейшая дистиллированная вода, которую пить нельзя. Но есть специальная система, которая добавляет нужное количество соли, определенные, не аж хлор, то есть не обычная соль, поваренная соль, а именно те соли, которые должны быть, определенный набор, которые должны быть в питьевой воде, к которой мы привыкли здесь на земле пить. И тогда получается, что это уже питьевая вода, которую можно употреблять. И вот в принципе, что система регенерации воды из урины, что система регенерации воды из конденсата, они все делают дистиллированную воду. Поэтому абсолютно это не важно, можно ту и ту пить, когда в нее добавили соль. Это все равно была дистиллированная вода, неважно, из чего ее получили. Это очень важно. Конечно, эти системы делают для того, чтобы дальше летать к Марсу, к Луне, чтобы не возить с собой большое количество воды. Вы берете какое-то количество воды и она у вас постоянно циркулирует. Вы ходите в туалет, вы дышите, потеете, эта вода перерабатывается и возвращается к вам, вы опять ее пьете. Она не кондевается. Сейчас основные потери идут через твердые отходы, когда они выбрасываются, там тоже же есть вода. Эта вода теряется. Но есть проработки, что в случае полета на Марс твердые отходы будут просто сушиться и будут высушивать, и вода будет опять включаться в круговорот на том корабле, который полетит на Марс, чтобы максимально ее использовать. Вот такие моменты. И просто скажу с этой картинкой, что там еще происходит. на станции, конечно же, есть туалет. И у американцев, и у нас. И вот жидкие отходы давно не выбрасываются, они перерабатываются. И вот пока нашей системы нет, американцы, чтобы загрузить свою систему, они забирают всю урину у нас. То есть у нас в туалете такие получается ЕДВУ, это емкость для воды с уриной, такие небольшие бочечки или ведра их называют. Эти ведра относят на американский сегмент и урину перерабатывают. А у американцев она сразу идет. То есть сразу от туалета идут шланги и сразу урина идет на переработку. Вот. Ну, твердый отход выбрасывается в грузовых кораблях просто. И, конечно, нельзя из урины забрать всю воду, там остается так называемый рассол. Вот он, это такая очень-очень соленая, наверное, более соленая, чем Мертвое море, жидкость, которую все-таки удаляют на кораблях грузовых там прогресс или на драконах и она выбрасывается. Также на станции есть блок очистки вредных микропримесей, который собирает все соединения, которые человек выделяет. Там огромные такие патроны с активированным углем, которые впитывают из атмосферы, с помощью вентилятора впитывают из атмосферы вредные выделения человеческие и эти патроны регенерируются вакуумом. То есть в какой-то момент он закрывается внутри станции, открывается клапан снаружи вакуум, этот патрон нагревается и при нагреве все вредные вещества, которые человек выделяет и которые этот прибор собрал, они уходят в открытый космос. Также работает система удаления углекислого газа в воздух. Тоже с помощью патронов собирается СО2 и потом то же самое открывается выход вакуум в космос, патроны нагреваются и СО2 удаляется в космос. Хотя у американцев работала такая система, так называемый реактор Соботье, вы можете на Википедии посмотреть статью реакция Соботье и реактор Соботье. Эта система позволяет перерабатывать СО2, чтобы его не выбрасывать, а использовать, потому что в СО2 есть кислород, почему кислород не использовать. Поэтому, конечно, сейчас стремятся максимально замкнуть все процессы на станции, и это тоже работа ради будущего, ради полета на Марс. К сожалению, дальше, скорее всего, мы не улетим за нашу жизнь, но вот Марс это та цель, которая реальна, и МКС, конечно, служит этому делу. А это вот фотография из Центра управления полетами в Подмосковном Королеве. Так выглядит ЦУП, это главный зал, откуда управляется станция. Я тоже работал, я работал вот за этим, вот здесь я работал, вот тут. Это система жизнедоточечения. Я там в сменах работал в районе 7-8-9-го года этого века. Соответственно, в ЦУПе еще есть маленький зал для управления кораблями. У американцев есть ЦУП в Хьюстоне, есть ЦУП в Цукубе в Японии, есть два европейских ЦУПа, один в Германии, там город с длиннющим названием, какой-то Обин, Фоппин, Фоппин, какой-то там, который я не могу никак запомнить. Еще у них был ЦУП в Тулузе, откуда управляли ЭТВ кораблями. Но сейчас ЭТВ не летают, поэтому он не работает как ЦУП. И у американцев, у американцев аж целых раз, два, три, четыре, наверное, у американцев четыре ЦУПа. Главный в Хьюстоне, есть в Хансвилле, есть еще запасной ЦУП где-то в Техасе. Вот. Ну, короче, у них есть запасные ЦУПы. Почему они пришли к запасным ЦУПам из-за ураганов? Были истории с эвакуацией Хьюстона, когда даже один раз специалистов привозили в Россию, они управляли из России. И из-за всего этого всегда есть в Хьюстоне и в России представители партнеров. То есть, в России есть американская группа управления, а в Хьюстоне есть российская группа управления. Все связано с этими ураганами, которые регулярно обрушиваются на США и в том числе на Хьюстон. Поэтому им приходится дублировать именно физически. То есть, у них есть ЦУПы, которые отдельно. Например, вторым ЦУПом стал ЦУП в Хансвилле. Он был сделан как резервный, а потом ему отдали полезную нагрузку. То есть, с самой станцией управляет ЦУП в Хьюстоне, а экспериментами управляет ЦУП в Хансвилле. Он находится севернее, куда ураганы уже не доходят. Вот у нас один ЦУП, главный, который находится в Королеве, под Москвой. Это вот человечек Лего. Летал на МКС астронавт из Дании, и он взял с собой Лего. Конечно же, это Моргенсен, первый датский астронавт. Это купола, это самый большой иллюминатор на станции, сделан в Италии для американского модуля. Оттуда очень многие видео, где молнии, всякие спрайты, там все красиво, это вот с этого модуля снимается. Но все крупные фотографии городов, если вы видите фотографию города, или фотографию крупной реки, устья, гор, они сделаны из наших иллюминаторов в служебном модуле «Звезда». Там они фотографируют, потому что там у нас очень хорошие иллюминаторы, и в том числе знаменитый иллюминатор номер 9. Это кварцевый иллюминатор большого диаметра. Очень многие хорошие фотографии сделаны через него. Дело в том, что у наших иллюминаторов стекло тоньше, и можно фотографировать с большим увеличением, большими объективами. А в куполе очень толстое стекло, они побоялись пробоев, и там стекло несколько... У нас стекло миллиметры, а у них сантиметры, несколько сантиметров, потому что они боялись пробоев. И на самом деле даже уже есть там царапинка на доме иллюминаторов, уже там попал микрометеорит. Вот. И, конечно, станция в том числе очень активно используется для изучения Земли. Очень много фотографий Земли делается не только для красоты, а для экспериментов, в том числе в разных диапазонах. Есть камеры, которые стоят и снимают в автоматическом режиме. Очень много снимают астронавты и космонавты по указанию Земли. То есть, когда им дают задание ффотографировать это, ффотографировать то. Там ли ставятся фотоаппараты внутри станции, направляются в иллюминатор и подключаются к компьютеру и просто щелкают по программе. То есть там у них запрограммировано когда-нибудь надо фотографировать, они щелкают просто вот щелкают и щелкают, как им на Земле запрограммировали без участия астронавтов. Потому что именно поэтому на российских модулях очень часто, особенно базы и модули, то, что мы называем, на полу очень много иллюминаторов именно для изучения Земли, для фотографии Земли. У меня, конечно, есть там другая предыстория в том, что изначально российские станции создавались и для разведки, то есть там фотографировали по военной программе. В том числе, может, вы знаете, что кроме станции «Салют» были станции «Алмаз». И в станциях «Алмаз» стояли огромные телескопы, фотоаппараты, и был очень большой иллюминатор, больше, чем сейчас есть на наших модулях. И вот они фотографировали поверхность Земли с точки зрения разведки. Станции «Алмаз» — это были военные разведательные станции. Хотя в прессе они все назывались «Салютами». Просто, чтобы вы понимали, вот советские станции «Салют» — часть станции — это были гражданские и научные станции, а часть станций — это были военные станции разведки, которые просто так же называли «Салютами», как и гражданские станции. У американцев был проект станции «Мол», станции для разведки, для фотографирования, пилотируемой с астронавтами. Но в итоге проект закрыли, и они полностью разведку отдали автоматическим станциям, ну, в смысле, спутникам Земли. Вот у них их знаменитые спутники разведки «Кей-Холл» — «Заможенная скважина». У нас тоже была большая серия спутников-разведчиков. И сейчас есть разведка, и у американцев, и у нас. Но вот многое все равно делается по гражданской программе с МКС. Оттуда фотографируют и изучают Землю. Вот такая интересная ночная фотография, красивая. Как раз смотрел на канале «Новосибирского планетария» «Вступление с ордена». И вот он там рассказывал, что ночная часть Земли очень красивая, горит всеми огнями, и там можно понять, какой материк, какая страна. В Америке у них города очень четко так видно, то есть такое гнездо, из него расходятся дороги, их очень много. Америка очень сильно светится. Европа тоже очень сильно светится. И угадайте, какая страна светится очень мало. Россия, да. Россия очень темная. В России есть два больших ярких пятна. Это Петербург и Москва. Космонавты все время очень жалуются, что им ночью в Сибири тяжело ориентироваться. Есть пятна, но их мало, и как-то не так легко привязаться, как в Европе или в Америке. Блекловато у вас тут, блекловато. Хотя можно смотреть звезд, у вас засветка меньше, чем в Петербурге или в Москве. У всего есть плюсы и минусы. У американцев тоже засветка большая, из-за того, что у них все ярко. Вот такой тоже кадр пролета. Это, скорее всего, сделано, наверное, из купола. Такой красивый кадр пролета над Землей. Все, спасибо за внимание. Так я очень долго рассказывал. Я готов ответить на ваши вопросы, если у нас есть время. Я думаю, вам будут давать микрофон. Можно поднимать руку и задавать вопросы, связанные с пилотируемыми полетами, с людьми в космосе, с отбором в космонавты. Все, что вам интересно, я отвечу на эти вопросы. И вроде мне там еще обещали вопросы из Ютуба, если будут трансляции. Чьим история закончилась с отверстием? То, что просверлили, и кто все-таки просверлил? Мы это никогда не узнаем. Рогозина опять подловили один раз. Обычно, когда ему задают вопросы из аудитории, эти все вопросы заранее согласуются. То есть их пишут, раздают людям, и люди задают вопросы, на которые у Рогозина есть ответ. Последний раз этот вопрос ему задали в ИНМЕХе, это университет космический в Петербурге. И последний ответ был, что мы знаем, но никому ничего не скажем. Так он и сказал. Но на самом деле он не знает. И так получилось, что вообще происходит на станции большое количество всяких мелких происшествий. Это какие-то происшествия, какие-то ошибки, ошибки земные, ошибки космические. И эти происшествия просто не решаются, и все. Они попадают во внутренние отчеты, там бывает какая-нибудь комиссия по происшествию. Но никто ничего не знает. А тут так получилось, что когда это отверстие нашли, Рогозин раструбил. То есть вот он там стал всем говорить, что там то, сё. Но в итоге, скорее всего, мы никогда не узнаем, потому что есть огромное количество мелких происшествий, о которых вы не знаете. Пришествий, не сильно отличающихся от этого отверстия небольшого, который на станции был. И чего только не происходило в космосе. Поэтому ответ такой, мы не знаем, скорее всего, не узнаем. Роскосмос, когда Рогозин ответил, что мы знаем, но никому ничего не скажем, там пресс-служба тоже прокомментировала, что идут следственные мероприятия, и, соответственно, пока не будет официальных комментариев от следственных органов, мы ничего не можем сказать. Но вы знаете, как долго в России обычно идут следственные мероприятия. Десятилетиями они идут. Это касается не только отверстий на станции. Да, еще? Следующий вопрос у нас из интернета. Давайте уступим. В чем сложность создания искусственной гравитации в космосе и как насчет вращения? Вот, в принципе, будущее за этим. Есть два основных способа создания искусственной гравитации в космосе. Один способ — это вращение, чтобы было центробежная сила, так называемая. Как фильмы Стэнли Кубрика, космическая действительность 2001 года, как во многих проектах орбитальных городов, кораблей. Когда часть корабля или часть станции вращается, и люди ходят по потолку. То есть вот эти вращающиеся части они ходят ногами вверх. По потолку. Или это можно вспомнить знаменитый роман Артура Кларка «Свидание с Рамой». Просто этот роман очень многие вспомнили, когда был зафиксирован первый астероид не из Солнечной системы. Все сразу вспомнили, что вот, наверное, летит Рама, и мы даже подлететь к нему не можем. Такое большое упущение. Вы можете сравнить уровень космонавтики, что вот у Артура Кларка фантастики, у него там были рейнджеры, которые отвечали за безопасность космоса, и они смогли высадиться на Раму. А мы не можем высадиться на те объекты, которые начали обнаруживать. Как вы знаете, уже обнаружили первый астероид из другой звездной системы и первую комету из другой звездной системы. У землян нет космических аппаратов, которые могли бы догнать и сесть на эти объекты. Вот у Артура Кларка были, а у нас нет. Поэтому, конечно, мы сильно отстаем от романов Артура Кларка. Вот, да, закрутка. Во-первых, на МКС есть маленькие центрифуги, где создается искусственная сила тяжести. Например, проводится эксперимент. Берут растения или мышей, и вот у вас есть мыши на земле, растения на земле, есть мыши, растения в недвисовомости на станции, и есть мыши, растения на станции, но в центрифуге, которая там вращается, естественно, эти живые объекты находятся с гравитацией 1G. Там на станции у них есть сила тяжести, вес есть. Чтобы посмотреть, что будет, как отличаться мыши, те, которые на земле, 1G, и те, которые в космосе, на станции тоже 1G. То есть у них нет невесомости, у них есть закрутка. Советские эксперименты были, когда отправляли космические аппараты, биологические, там были центрифуги, и там мыши были. Но единственная проблема вот в этих маленьких центрифуг с мышами, там силы кориолиса укачивают животных, нужно делать больше диаметра, а на три станции не поместится большего диаметра. В России сейчас разрабатывают центрифугу короткого радиуса, это центрифуга, ну, размером вот до тумба и вот до конца первого ряда. И вот такая центрифуга. Ну, как бы, ученые сейчас исследуют, как там можно располагать людей головой к центру вращения, ногами туда, тем самым избегают воздействия сил кориолиса, то есть человека не укачивает. Но есть проблемы, как такую центрифугу разместить в космосе на станции. Скорее всего, это не получится. И, скорее всего, когда-нибудь придут к тому, чтобы делать закручивающиеся системы на станции. Американцы в космосе именно вот закручивать. Американцы такой эксперимент делали, и они создавали, сцепив корабль, по-моему, с разгонным блоком, ну, с ступенью ракеты, закручивали, и у них предметы оседали. Там была очень небольшая гравитация, но она была. И вот эта серия кораблей «Восход», вот был «Восход-1», где был три человека, «Восход-2», где был выход в открытый космос Леонова, и должен был быть «Восход-3», где корабль бы сцепился тоже с ступенью ракеты, и с помощью каната раскрутился бы, и они посмотрели бы на искусственную гравитацию внутри этого корабля, ну, как создать там терпежные силы. Вот. Но эксперимент не состоялся, закрыли программу «Восход», а дальше уже, может, не возвращались к ней. Но в этом будущее. И есть еще с помощью ускорения, если вы постоянно ускоряетесь, у вас есть космический корабль, и вы летите с постоянным ускорением, тогда вы будете тоже иметь искусственную силу чажести, сможете ходить по задней стенке, потом, например, в одну сторону летите и ускоряетесь, потом разворачиваетесь, и в другую сторону тормозите с ускорением, и у вас тоже будет одна из стенок, по которой можно будет ходить. И, конечно, за этим будущее от невесомости так много проблем, что, конечно же, человечество, если хочет двигаться в космос, должно создавать систему с закруткой, скорее всего, и в далеком будущем с ускорением. Вот такой ответ. Большой. Еще? У меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что надо будет полностью замкнуть, если мы хотим полететь на Марс, надо будет полностью замкнуть систему воды и солей в человеке. Вы сказали, что после всех этих процедур с урины остается вот такой рассол. Я вот подумал, а почему бы из него полностью не выпаривать воду, а мочевину использовать как удобрение, а соль добавлять обратно в дистиллированную воду, тем самым полностью замыкая круг. Вот тут ведь проблема в том, что это немножечко трудно сделать на станции МКС по разным проблемам, но, скорее всего, именно так будет, когда будут крупные базы на Луне, на Марсе, когда там будут растения, и нечто подобное делали во время эксперимента БиОС-3 в Красноярске, недалеко здесь от вас. Естественно, что там урину перерабатывали водоросли, потому что для растений оказалось, она очень вредна. Вы знаете, там иногда дачники используют, поливают свеклу, например, там еще какие-то растения. Но вот пришли к выводу, что будут водорослями перерабатывать, и да, соль можно тоже использовать так или иначе. Просто в рамках тех условий, что есть сейчас на станции, этот рассол очень тяжело использовать, поэтому его просто удаляют. Все-таки есть какие-то ограничения. А в будущем, да, это уже следующий этап системы жизнеобеспечения, так называемые биорегенеративные системы жизнеобеспечения, которые базируются на эксперименте БиОС-3, который проводился в Академгородке в Красноярске в Институте биофизики Земли. Я правильно помню название. Можно почитать, есть информация про БиОС-3. И сейчас у китайцев есть продолжение эксперимента. Это Лунный дворец-1. Они сейчас дальше всех ушли по биорегенеративным системам жизнеобеспечения. То, что вы говорите, это будет, но для этого нужен больше объем, больше энергии, больше места. Это, скорее всего, будут на поверхностные станции, на Луне и на Марсе. Но на МКС это трудно делать. запустил Маск у нас, не у нас, в Америке, второй Куле-Дрэгон. Насколько благотворно это кажется на Роскосмос и предвидите ли вы очередную космическую гонку? Мне сложно сказать, что что-то может благотворно управлять на Роскосмос. Я не знаю, что может благотворно управлять на Роскосмос. Но то, что Куле-Дрэгоны начнут летать, это очень хорошо. Это просто повысит благотворность использования МКС. Там увеличится экипаж. Сейчас там экипаж, например, стандартный 6 человек. Два союза это 6 человек, по 3 человека. А будет 7 человек. 4 Дракон или Старлайнер компания Боинг начнет летать. И 3 Союза. То есть уже будет 7 человек, это намного больше, но более полноценное использование станции. И как раз по каютам подходит у американцев 4 каюты, и у нас, когда MLM наука пристыкуется, это будет 3 каюты. Две на звезде, одна на MLM наука. По поводу гонки. Гонка в той или иной мере есть, но это получается много небольших гонок. Это совсем не то, что было в прошлом веке, когда соревновались две мировых державы. То есть для великой гонки нужны мировые державы, нужны очень большие ресурсы. И там были огромные бюджеты с обоих сторон. Сейчас такое и не снилось. Если мы возьмем за параметр гонки количество средств, которые тратят на эту гонку, то сейчас никакой гонки нет. Сейчас бюджет НАСА намного меньше, чем был бюджет во время их лунной программы Аполлон. А так есть много мелких гонок между китайцами и американцами. мелкая гонка. Есть внутри Америки Джефф Безус ревнует Кылу Маску, пытается его догнать. Но пока ничего не очень успешно. Слышали, был недавно конкурс на военные контракты по доставке спутников для военно-воздушных сил США. И там Blue Origin проиграла в конкурс, SpaceX выиграла. Но там что интересно, что выиграла две компании, это SpaceX и такая объединенная компания Yula, это United Launch Alliance, американская компания, стоящая из усилия трех компаний, кажется, точно Lockheed Martin, Boeing, по-моему, это еще, но я точно не помню, а может только у у у у у Boeing, у Boeing, ULA, она запускает Atlas E-5, где стоят российские двигатели RD-180, которые делают в Химках, под Москвой, в НПО Энергомаш. Так вот, такие вот Atlas E-5, они снова летали большей частью по военной программе, меньшей частью по гражданской, и эта ракета скоро будет выведена из потребления, и в какой-то момент США перестанет покупать двигатели в России, потому что ракета будет закрыта, и вот у VVS конкурс выиграл две компании, это SpaceX, по-моему, они получили где-то 40% контрактов на запах спутников военных, и 60% Yula, и Yula выиграла уже не с Atlas E-5, а с Vulcan, это новая американская ракета, Vulcan, на которой стоит двигатель компании Джеффа Безоса Blue Origin. То есть если Blue Origin проиграла конкурс с точки зрения всей ракеты, они хотели New Glenn использовать, скоро появится новая ракета в Америке New Glenn компании Blue Origin. Так вот, хоть они проиграли с точки зрения ракеты, но зато, так как Yula не делает свои двигатели, они для Vulkana будут использовать двигатели компании Blue Origin вместо российских двигателей RD-180. Поэтому получается, что все-таки Джефф Безос подпирает Маска. Сейчас он выиграл в составе другой компании конкурс. За это время он New Glenn сделает. И после того, как будет 2-3 полета New Glenn, скорее всего, а это тоже будет многоразовая ракета, как у Маска, мы переходим в эпоху многоразовых ракет. Особенно, когда Starship появится, это совсем уже будет очевидно. И последний вопрос у нас, и уходим на перерыв. Здравствуйте. Спасибо за рецепт. Но у меня несколько вопросов. Сначала к Crew Dragon. Возможно, Рогозин недавно сказал про то, что Венера русская планета, то, что объявил о создании проекта Венера Д, кажется, называется. Возможно, что это как раз реакция на успехи Маска, и все-таки это единственный некоммерческий проект Роскосмоса за довольно долгое время. Какой вопрос именно? Возможно, что это как раз реакция Роскосмоса, точнее, Рогозина, на полет Crew Dragon, на то, что Маск уже действительно какой результат добился? Я прокомментирую. Там есть некие нюансы. Венера Д это аппарат посадочный долгоживущий. Почему Д? Потому что долгоживущий. Это совместный проект России и Соединенных Штатов Америки, поскольку без приборов электроники США он не имеет большого смысла. Смысл в том, что этот проект уже давно планируется. Он даже должен был быть в федеральной космической программе, но когда ее секвестировали, его передвинули вправо, то есть в будущее. Это довольно-таки старый проект, давно уже прорабатывается. И я бы не особо обращал внимания на некоторые заявления, на все заявления Рогозина. тяжело комментировать. То, что он сказал, уже опровергла пресс-служба, а потом еще больше опровергли в Совете по космосу Российской Академии наук, раскритиковали некоторые заявления Рогозина и его заместителей. Венера-Д это проект, который уже давно существует, просто он еще не вышел на разработку конструкторской документации, на создание самих аппаратов, просто потому, что он не был включен в федеральную космическую программу 2016-2025 года. В России принято проекты гражданские закладывать, ну не только гражданские, военные тоже, в рамки, ну часть военных, в рамки федеральной космической программы и других целевых программ, такие как ГЛОНАС или программа космодрома, куда военная часть входит в космодромы и в ГЛОНАС. Это не единственный проект, сейчас на орбите в точке Л-2, точке Лагранжа, системы Солнца-Земля, находится российский научный аппарат Спектр-РГ, в котором находятся два телескопа рентгеновских, один российский с зеркалами, сделанными в США, и один европейский, точнее германский ерозита. Поэтому это совершенно гражданский научный аппарат, который делает обзоры и снимки неба в рентгеновском диапазоне, чуть-чуть затрагивая гамма-диапазон. Ерозиты работают в мягком рентгене, наш арт-эксэп, по-моему, буквы запутаться в аббревиатуре, он жестко в рентгене делает обзор, и такого обзора никогда не делали, как он сейчас делает. Поэтому у Роскосмоса в принципе есть такой уникальный проект, это спектр-РГ. До этого был спектр-Р, который в радиодиапазоне изучал Вселенную. сейчас создается биологический спутник Бион-М2, который полетит где-то в 2023-2024 году примерно. То есть какие-то программы есть, их немного, и, наверное, проблема в том, что, например, у нас давно не было межпланетных станций, последняя Фобос-Грунт погибла в 2011 году, после этого постоянно переносится вправо лунные миссии, но вот должна быть где-то примерно в октябре 2021 года посадка российского модуля посадочного станции Луна-25. Это довольно-таки скоро, То есть это фактически во время следующего примерно Себастра будет уже активная подготовка российской лунной миссии. Но есть некоторая традиция, что каждые два года лунные миссии смещаются вправо на два года. Поэтому либо в это время, в следующем году на Байконуре будут готовить российскую миссию на Луну, либо по традиции она будет смещена на два года, то есть на 2023 год. Вот такая традиция есть. В баню ходит. Давайте поблагодарим Александра Викторовича за интересную лекцию. Миссию